здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу из иерусалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день уходящую неделю было много событий попробуем получить ваш комментарий на большинство из них во всяком случае на основные начну с так называемого тайного секретного его по-разному называют визита бенемин антоньягу и главы нашего массада саудовскую аравию она по этот тайный визит не давно перестал быть тайным хотя он официально никем подтвержден не подтвержден но тем не менее считается что он все таки был мой вопрос к вам заключается в следующем как стало известно никто об этом не знал об этом визите не министр обороны он же сменный глава правительства не министр иностранных дел израиля на ваш взгляд если визит действительно такой все-таки состоялся в него не были посвящены основные ключевые фигуры в израиле потому что бенемин антоньягу считал что это слишком секретно и не хотела разглашать тайну этого визита или же это откровенно политические игры он просто таким образом конкурировал со своими соперниками я думаю что трудно играть с такими игроками как наследник престола садовской аравии в политические игры антоньягу известен тем что он очень любит держать карты как можно ближе к орденам как было говорилось в старые добрые времена израильская система политическая система безопасности известна своим бесконечным утечками информации и поэтому судя по всему именно это была главной причиной того что этот визит не было разглашенные даже в узком кругу тех кто принимает решение кроме того надо конечно сказать что политический аспект этого явления существует и это продолжение противостояния внутри правительства между это не ага и гансом между ликудом и которые никак не могут решить хотят ли они продолжать вместе или же все-таки хотят идти на досрочные выборы и поэтому понятно что в такой атмосфере взаимного недоверия который не рассеялась за все эти месяцы сиденья в одном правительстве дня у конечно же мотивированы скрывать по возможности свои действия которые тем более такие которые с его точки зрения имеет стратегическое значение суть диалога который там было который там происходил нам неизвестно какая тематика обсуждалась тоже поэтому самые как мы знаем сам премьер-министр не подтверждает и не опровергает ничего из того что было сообщалось с к аравии министр странных дел выступил с опровержением но дворец королевский дворец который обычно комментирует или сообщает о действиях членов королевской семида в саудовской аравии промолчал тоже дипломатично поэтому я думаю что сказать политический эффект этого этого визита он кратко очень кратковременный долговременные же последствия это мы наверное узнаем в ближайшее время хочу вернуться к упомянутому вам вами политическому конфликту между партией ликуд и кахоли лаван и бениамин теньягу бени ганс на минувшей неделе он достаточно обострился все-таки была создана комиссия министерства обороны так называемым по по делу о подлодках что многие восприняли как прямой как бы выпад против премьер-министра помимо этого снова раздались начались угрозы будет бюджет не будет бюджет все-таки состоятся в этом случае выбора не состоятся выборы и помимо этого возник уже тоже достаточно явный конфликт между бениамин теньягу и лидером партии ямина беннетом они обменялись достаточно большими колкостями по поводу того как дальше возможно их сотрудничество или нет на ваш взгляд что все это вот это вот означает муж с вами неоднократно говорили о том что мы все-таки неизбежно идем к выборам я думаю что так ситуация выглядит сейчас после решения ганса создать эту проверочную комиссию по подлодкам которая по своему мандату вряд ли вообще может привлечь и просить и потребовать дня выступить перед ней в ее мандат вообще действия политического руководства скорее всего не входит в любом случае тем не менее понятно что решение это символическое и и означает еще один выстрел в сторону это ни агу со своей стороны ни агу и министр финансов с релька объявили на этой неделе что бюджет на 2021 год будет утвержден в феврале этого самого 2021 года да не так как требует ганс до конца 2021 года или в начале января показав что нет своей красной линии отступать не намерены и поэтому так как ситуация выглядит сейчас конечно складывается впечатление что в конце декабря мы это придем к более-менее автоматически если конечно как он лаван не попытается реализовать свой часть своих угроз насчет то что они вместе с иером на пинами на столе беннетом проведут свой собственный закон о роспуске хвеста то мы можем на автомате прийти к досрочным выбором что же касается противостояния между данным моментом тут на самом деле все достаточно понятно для ликуда так как политическая карта выглядит сегодня беннет является главным конкурентами конечно же борьба если выбор действительно состояться будет проходить на правом фланге между натаниалу и бентом и первые выстрелы уже раздаются как мы видим ликут уже опробовать свои будущие лозунги при выборной кампании в первую очередь обвиняя беннета в том что он планирует на самом деле не создавать правое правительство если ему удастся подтвердить свои успехи вопросах на в день выборов а сформировать альтернативное правительство без ликуда с лапидом с либерманом и так далее в свою очередь у беннета в этом смысле есть одна проблема он конечно хотел бы так сказать закрепить свое правое крыло опровергая любые намеки на то что он не лоялен правом лагере но проблема состоит в том что он знает что значительная часть из тех дополнительных мандатах у него сейчас появились это мандаты тех правых и правоцентристов которые три раза голосовали за кого-то это не мандаты ликуда это значительной степени именно мандаты людей которые не хотели голосовать за ликут в огласе натания вы голосовали за кого-то в вере обещаниям лидеров кого-то они на самом деле примерно такие же как ликут во всех идеологических смыслах только без натаниягу и того багажа которым событий после того как эти обещания рассыпались когда часть лидеров к холла ван выразила готовность создавать правительство с объединенным арабским списком и к холла ван развалилась это часть избирателей была готова в какой-то момент сменить гнев на милость сказать в отношении натаниал когда казалось что после первой волны израиль покончил с коронавирусом когда на повестке дня правительства стал вопрос об аннексии мы видели что ликут во главе с натаниал получал больше 40 мандатов вопрос сегодня ликут во главе с натаниал получается трудом чуть больше 30 это в лучших вопросов для него эти мандаты ушли от натаниалу с началом второй волны коронавируса с осознанием того что аннексия не состоится вместо нее есть мирные соглашения с бахрейном и эмиратами эти голоса бен собирают вокруг себя поэтому открыто говорить о том что нет конечно же я предпочту коалицию с ликудом нет конечно же я буду готов работать с натаниал он по он опасается что он расплескает так сказать это большую чашу мандатов которые у него сегодня есть по дороге на избирательном участке эти эти голоса от него могут уйти поэтому и в ответ на эти обвинения ликуды мы сейчас слышим сказать ответные обвинения со стороны бенда что на самом деле право блока уже не существует давно ягу расколол правый блок при поддержке ультра-отодоксов когда создавал коалицию с гансом он оставил бен это намеренно за за бортом этой коалиции поэтому бен свободен от всяких обязательств бен это может позволить себе эту стратегию до тех пор пока он видит что те более право избирать которые пришли к нему и все продолжать держаться за него и видят в нем все таки в куда более свежую альтернативу посмотрим если действительно у нас начнется избирательная кампания будет интересно посмотреть сколько времени эта стратегия выдержит и как успешно ликуду действительно удастся в такой ситуации убежда убедить часть своих избирателей вернуться домой в кавычках как-то зачастую на самом деле до сих пор бывал насколько обоснованы на ваш взгляд появившиеся в последнее время разговоры о том что бенемин антоньягу пробует заручиться поддержкой обедненного арабского списка или части его и делает определенные шаги в этом направлении я бы прояснил сразу не объединенного арабского списка одной конкретной политической силы израильских исламистов именно ее это не очень хочет отколоть от объединенного арабского списка причем надо сказать что тенденция обоюдная да я лапит говорит о том что единственный кого он не приемлет в арабском объединенном арабском списке это бал от палестинские националисты часть депутатов которые выражают достаточно откровенную симпатию палестинским террористам а вот с остальными включая коммунистов айманауды и тех же самых исламистов он готов сотрудничать то есть такая скрытая конкуренция за поддержку арабских депутатов в той или иной формы понятно что если действительно произойдет раскол внутри объединенного арабского списка и исламисты в лесу аднесом шхады выско вы пойдут на выборы самостоятельно провозгласив готовность сотрудничать в той или иной форме с сианитскими партиями и в особенности с правыми сианитскими партиями это конечно будет драма на израильской политической арене не только в арабском секторе но и в целом и если они при этом еще и пройдут электоральный баре она напомнить что весной на весенних выборах 2019 года них то они чуть было не оказались за бортом и они при этом шли вместе с ахмадом тиби его партии если на этот раз как я уже сказал не пойдут на выборы самостоятельно под такими лозунгами и пройдут в кнесет вот это действительно будет на самом деле историческое событие гораздо более значительное чем та или иная сиюминутная политическая конъюнктура выгодная натаньялу или или невыгодная натаньялу поскольку это будет означать существенное изменение политической психологии израильских арабов и последнее в одном из наших недавних с вами бесед касающиеся того какая судьба может уготована в русскоязычным голосам на будущих выборов кому они утекут скажем так вы среди прочего предположили что вполне веро вполне возможно что так вот моменту выборов может появиться новая русская партия политическая в последнее время такие разговоры стали усиливаться и в частности говорят о том что это будет некий клон не клон а это что это некая не тайная инициатива ликуда создать такой побочный русский в кавычках естественно список который бы конкурировал я тянул голоса у партии наш дом израиль насколько вероятно такая возможность на ваш взгляд я думаю что как попытка такая вполне возможно были сообщения о том что подобные идеи носились в окружении натаньялу еще на сентябрьских выборах да сразу после того произошел впервые раскол между натаньялу и либерман вопрос конечно состоит в том насколько такой проект можно будет создать и насколько его вложение в него в той или иной смысле она будет достоит будет стоить игра будет стоит свечи насколько этот проект может быть успешным для того чтобы он не мог претендовать на какие-то голоса русскоязычных израильтян он должен выглядеть гораздо более серьезно чем мы там предыдущие попытки которые мы все помним создать тулины конкуренцию партии наш дом израиль он и ибо и что на ними не менее важно в него должны входить люди которые могут вызывать доверие на русскоязычные улицы они выглядят как вы справились правильно сказали клонами ликуда которые существуют только для того чтобы оттянуть голоса уэнды это задача скажем так не простая мягко говоря и если выборы действительно произойдут очень быстро то вряд ли на мой взгляд ликуд сможет такой проект поднять так быстро и столь эффективно алик спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго спасибо напомню что с нами связь на связи был израильский политолог арик эльман до свидания